Как на экономике городского округа Щелково отразилась эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением нового коронавируса и принятые в стране беспрецедентные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей? Этот вопрос рассмотрели депутаты на 14-м внеочередном заседании. Как было отмечено, доходы в бюджет ожидаемо снизились, а также изменились объемы поступлений из бюджета Московской области. В результате бюджет округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов потребовал корректировок. Доходная часть бюджета нынешнего года уменьшена на 285 миллионов рублей. Бюджет составит 10 миллиардов 265 миллионов. Пандемия вошла в нашу жизнь и скорректировала наш бюджет вот так, как она скорректировала. Естественно, мы, скорее всего, в доходной части не получим тех денежных средств, которые мы ожидали, потому что, во-первых, мы сделали уступки для предпринимателей по налогам, по аренде. Кроме этого, конечно, сборы все, они достаточно низкие сейчас. Если говорить о бюджетных расходах, то в этом году они сократятся также на 285 миллионов рублей. Уменьшено финансирование муниципальных программ. В общем, объем доходов бюджета 2020 – 10 миллиардов 927 миллионов рублей. Дефицит бюджета городского округа Щелково в этом году составит 661,7 миллиона рублей. У нас сдвинулись программы муниципальные. Также у нас корректировка произошла, где мы участвуем в софинансировании в региональных программах и даже в федеральных. Но я уверена, что за какое-то время мы все это попробуем сравнять и выйти на какую-то хорошую цифру. Несмотря на объективные сложности, надо пытаться сохранить те перспективные проекты, которые уже начаты в округе. В частности, по инициативе депутата Павла Жукова, совет принял решение направить обращение к губернатору с просьбой о выделении средств на продолжение работ по строительству школы в микрорайоне Финский. По школе в микрорайоне Финский у нас сейчас на сегодняшний день у нас сделан проект, который прошел экспертизу. Проект получил положительную экспертизу, что немаловажно. И, естественно, когда у нас есть проект, то хорошо бы приступить сразу к строительству школы, которая так необходима нашим жителям. И именно это мы хотим отразить в обращении к губернатору, чтобы программа федеральная, она никаким образом не изменилась в части строительства школы в микрорайоне Финский. Также Совет депутатов принял решение о награждении почетной грамотой и благодарственным письмом 50-ти щелковских медицинских работников. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.